Всем привет! Привет! Вы на моем канале и сегодня у нас будет обзор на мои любимые платья, в которых я выступала как на международной арене, так и просто на один раз надеть, но тем не менее это самые-самые мои любимые и неважно как они на меня смотрелись, они мне просто нравились. Первое это вот это платье ангела, я вот так. Оно вот беленькое, да, его мы перешивали несколько раз, потому что не всегда мы могли добиться той легкости и воздушности, как у ангела. Плюс вот здесь вот мы долго очень рисовали вот эти крылья ангела, потому что светлые бока мне не идут, я сразу становлюсь шире. Вот. Здесь где-то перышки, да, вот даже, это не то что стразики, я даже не знаю, что это. Какие-то камушки интересные тоже. Вот так вот оно выглядит. Оно мне очень нравилось, потому что это мое первое платье без рукавов, а я никогда не каталась тогда без рукавов, и мне было очень-очень удобно. Вот. Следующее платье. Это платье того же сезона, что и ангела. Это платье вампира в моей произвольной программе «К музыке о сумерке». Винтажный немного стиль вот здесь вот есть немного, дальше капельки крови истекающие. В целом мне очень нравилось, открытая спина практически, вот. И не до конца открытые руки, что тоже мне очень нравилось, потому что до этого я не каталась с голыми руками вообще. Оно мне тоже безумно нравится, все они очень удобные. Итак, это платье к музыке Билли Айлиш Лавли. Что я могу про него рассказать? Я в нем откаталась всего одно соревнование и... И что? И в целом это платье не успело раскрыть себя. Оно очень интересное, у него не такая длинная юбка, как у всех предыдущих. У него абсолютно другая спина. Да, она закрытая, и вот здесь вот эти вот веревочки торчат. Да, кристаллы в виде шипов. Оно абсолютно другое, абсолютно не похожее на вот эти предыдущие. Грозовые облака тут, везде грозы, что вот здесь вот, что вот здесь вот. Очень много камней, но тем не менее она очень легкая, тоже очень удобная. Но единственный момент, по-моему, мне вот эта штучка черная. И я не уверена. Следующее платье это этого же сезона платье под музыку Вивальди. Оно очень красивое. К сожалению, на мне нужно было его немного дорабатывать, но в целом отсюда это просто прям бомба. Оно мне безумно нравилось. Оно безумно удобное, мягенькое и очень приятное на ощупь. Прям очень. Ну это обычная сетка, а вот эта ткань это просто, просто огонь. Вот. Так же, чем оно необычно, это то, что, я вот здесь, наверное, так и до конца не смогу показать, то, что у него вот здесь вот плессированная юбка. Я ни разу не видела раньше у спортсменов, чтобы у них в платьях были плессированные юбки. Это нонсенс был. Но вроде бы на мне хорошо смотрелась юбка. Следующее платье это обычное прокатное платье. В нем нет ничего необычного, кроме вот этих штучек на спине. Их можно вот так вот раздвигать и как угодно перемещать. То есть может быть и вот так, и вот так, и накрест их можно сделать. Короче, на спине можно покреативить. Обычное маленькое черное платье. Вот так. И последнее платье. Очень многие говорили, что именно это платье им понравилось. Честно, знаете, поначалу я не оценила его. Не знаю почему, но обычное. Ничего сверхъестественного. Очень меня смущала вот эта вот штука. Но всем понравилось. Также здесь очень хорошо видна симметрия. Все как бы симметрично. В общем-то мне это очень идет. И, естественно, вот такой вот хвостик у юбки. Это в целом все мои самые любимые платья. Мерить я их сейчас не буду, потому что... Есть вероятность того, что я в них не влезу. Но это не важно. Приведем себя в форму, скажем так. В целом, вот и весь обзор. Вот и весь разбор. Что я могу вам сказать? Это мои самые любимые платья. Может быть, вам какие-то мои платья на мне нравились больше. Так что, если вдруг вы хотите увидеть вблизи именно их, то, пожалуйста, напишите мне. Я обязательно досниму, скажем так, этот обзор. И немножко о новых видео. Ко мне пришло очень много сообщений по поводу Алены. Покажи, пожалуйста, как ты питаешься, как ты готовишь себе. Ребята, я вам показать этого не смогу, пока я в гипсе, потому что меня банально мама не пускает на кухню. Потому что, что бы я там ни сделала, там будет грязь, срач и, короче, это будет кошмар. Вот. Последняя моя попытка готовки закончилась не очень удачно. И нет, мы не ищем новую квартиру. Я ее не спалила, не затопила, не угробила. Но там было настолько грязно, что убирались два дня. Два дня. Поэтому, по этой простой причине, меня не пускают туда, чтобы я лишний раз не загадила все. Вот. Но я могу показать вам множество других интересных роликов, интересных видео, более креативных, чем если я буду стоять у плиты готовить. Вот. И следующее видео будет посвящено моим имиджам. Так что вас ждет кое-что интересненькое. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...